Собственно, РЕН-ТВ. Мда, и ты сразу подумал, но сейчас начнется. Не гони коней, ковбой. Раньше Рептилоид ТВ был одним из самых уважаемых каналов у школьников, благодаря тому, что первым показал юному зрителю такие мультфильмы, как Симпсоны, Футурама, множество других, ну и, конечно же, софт-порно после 12. Оу май! Ты только посмотри на их директора. Серьезный и уважаемый супчик. Такими глазищами можно любую сенсацию высмотреть с километровой дальности без прицела. Но не спеши доставать своего петушка из штанов. Канал давно превратился в унылый кусок говна и известен за свою антинаучную хуету, которая регулярно появляется в эфире. Неужели летающие тарелки уже сопровождают самолет президента США? Очередной подобный высер называется «Загадки человечества». И, собственно, главная загадка, какие наркотики употребляют авторы, чтобы выдавать подобный бред. Ведущий даже рот не успел открыть, а мне уже страшно. Департамент полиции и погранохраны Эстонии принял решение о замене штатных пистолетов Макарова, которые находятся на вооружении со времен СССР, на австрийские пластиковые глоки. И, кстати, это правда, давно пора. А менять начали только сейчас, потому что раньше денег не было. Они уже пытались закупить что-то поновее, но денег хватило только на тысячу вальтеров и тачку для генерала. Так и живем. Эту новость местные эксперты восприняли с ужасом. Диванные эксперты или школьные? Меня охуеть, как всегда, удивляли отсылки в подобных видео с какими-то неназванными экспертами и экспертизами. Макаров Глок, это, конечно, здорово. А ты знал, что в Республике Беларусь производят не только картошку? Да-да, ты не ослышался. Там еще есть прекрасная компания Гарсин, которая производит королевские лапти и другое снаряжение. Поэтому, если у тебя мерзнут ласты и срочно нужна качественная военная обувь, то тебе сюда. Ты не поверишь, но кроме зимней, летней и домисезонной обуви, здесь есть даже тактические кеды. Остается только прикупить березку и аук, чтобы стать звездой. А если необходимо осторедиться полностью, то Гарсинг также предлагает носки, термобелье, рюкзаки и одежду, вплоть до курток и софтшеллов. Проще говоря, если нужно собраться на войну, то здесь найдешь все необходимое. Всю продукцию можно приобрести в Беларуси, России и Казахстане. Так что срочно хватай свои сбережения и бегом их тратить. Ссылка на магазин будет в описании к этому видео. Австрийский Глок прославился как оружие самого знаменитого шпиона планеты. Агента 007 Джеймса Бонда. Ха, вот ты попался, мудила. Оружием Джеймса Бонда всегда был Вальтер. И именно Вальтер стал для многих классическим оружием Джеймса Бонда. И я понимаю, что для Краби отличить новые Вальтеры от Глока так же тяжело, как кетчуп от Кепчука. Ведь пистолетики такие похожи, оба квадратненькие. Но нести такую чушь на огромную аудиторию по телепузеру это откровенный бред и дилетантство. И да, Бонд брал в руки Глок, как и множество других видов оружия. Но в масштабах франшизы это ничего не значит. Он как бы и хуй в руки брал, когда по нужде ходил. И что теперь, горячее и стоячее это прославленное оружие Бонда? На оружейном рынке его главным конкурентом считается отечественный пистолет Макарова. Да что ты такое несешь? А на автомобильном рынке главным конкурентом Мерседеса является АвтоВАЗ. Да. Макаров не способен конкурировать даже с другими отечественными пистолетами в силу того, что он безнадежно устарел. Он был принят на вооружение больше 60 лет назад. И за это время отрасль шагнула далеко вперед. И рядом с Глоком Макаров выглядит как старший брат-дебил, который стоит рядом с преуспевающим бизнесменом. Стоит такой, слюну упускает и в штаны себе конкурирует. Специалисты назвали новый пластиковый Глок, оружием домохозяек и даже гранатой в руках обезьяны. Вы заебали! Эксперты, специалисты! Кто все эти люди? Я пиздец как хочу на них посмотреть! Но почему? Чем опасен этот пистолет для своих владельцев? Чем опасен? Чем опасен, я надеюсь, дальше нам объяснят. Но вот прямо сейчас я скажу, чем опасна данная передача для дорогих наших телезрителей. Это натуральный выжигатель мозгов и здравого смысла. И от нее у вас будет мозг рака и рак жопы. Шизоидный бред авторов выдается здесь за чистую монету. И вряд ли это делается ради лузов. По словам оружейных экспертов, отсутствие предохранителя часто заканчивается так называемыми самострелами. Когда вытаскивая пистолет из кобуры, человек нечаянно задевает курок. А, ну теперь все понятно. Тайная ложа все объяснила, да? Выщеглы, переживайте, что полицейские, просто получив глоки, засуицидятся на самострелах. А главная фишка глока, которая заключается в быстром приведении пистолета в боевую готовность, по мнению РЕН-ТВ является главным минусом этого пистолета. Сотрудники полиции сами по себе должны уметь обращаться с оружием. Это, мать его, их работа. И если, получив свое распоряжение глоки, среди полицейских начнутся самострелы, то это говорит только о низком уровне подготовки самих сотрудников, но никак не о косяках самого пистолета. Приведу пример. Глок используется в хуевой туче стран, причем как военными, так и полицией. И пока что никто не жаловался, что отстрелил себе бубенцы из-за того, что нету классического предохранителя. Или же все, кто мог пожаловаться на самострелы, просто застрелились. И только это спасает репутацию компании Глок. Заговоры. Иллюминаты. У Глока три предохранителя, но при этом, когда ты нажимаешь на курок, предохранители автоматически перестают действовать. Ох, кандидат исторических наук Иван Коновалов. На какой, блядь, курок у Глока ты там собрался нажимать? Позволь узнать. Я еще могу понять, когда люди далекие от оружия могут перепутать курок и спусковой крючок. Но когда осведомленный в теме человек выдает такие перлы, то становится просто грустно. Судя по статье в Википедии, Иван военный эксперт. И похоже, что именно из-за таких вот экспертов мы сейчас это и смотрим. До тех пор, пока ты на курок не нажал, три предохранителя этого пистолета тебя охраняют. Наш эксперт не ошибся в одном. У Глока действительно три предохранителя. Но только один из них рассчитан на защиту от случайного нажатия. Остальные два, хоть и выполняют защитную функцию от срыва и случайного удара по капсулю, но никак не зависят от самого стрелка. Таким образом, зрителя снова вводят в заблуждение в попытке показать, какой же Глок плохой пистолет. Что ж, полагаю, что бабушки со всей России теперь действительно будут его недолюбливать. Наркоман! У пистолета Макарова есть предохранитель, защищающий от случайного срабатывания. У Глока тоже есть предохранитель от случайного срабатывания. Вы только что это говорили сами. До тех пор, пока ты на курок не нажал, три предохранителя этого пистолета тебя охраняют. Но как по мне, если человек намеренно жмет на спусковой крючок, то случайным данное нажатие уже не назвать. А курок оружия устроен таким образом, что для выстрела нужно приложить усилие. Нажатие на спусковой крючок требует силы в 3,5 килограмма. То есть тяжелый спуск, который плохо влияет на точность и скорострельность, это теперь хорошо. Причем в случае с Макаровым это особенность конструкции, а не какая-то специальная задумка, чтобы сделать пистолет более безопасным для обезьяны, в который он попадет. По логике авторов этого выстрела, чем сложнее выстрелить из пистолета, тем он безопаснее. Серьез ли? Профессиональные стрелки намеренно делают все легкий спуск, чтобы повысить точность и комфорт стрельбы со своего оружия. Главное отличие Макарова от блока в том, что наш пистолет изначально рассчитан на профессионального стрелка. Чего, блядь? Любой пистолет рассчитан на профессионального стрелка. Оружие по умолчанию не должно попадать к обезьянам. Чтобы научиться стрелять из Макарова, надо провести в тире не один час. Любое оружие от палки до пулемета требует навыка обращения для того, чтобы им пользоваться. Но, если пушка требует слишком больших усилий для ее освоения, то это скорее жирный минус оружия, чем его плюс. Ведь это увеличивает время на подготовку полицейских и военных, а следовательно увеличивает и расходы. И это никак не может идти на пользу. Простота освоения обычно является преимуществом для чего угодно. Для чего угодно, кроме Макарова, видимо. Это оружие не для бытовой самозащиты, а для боевого применения. Серьезно, блядь? А у нас реально есть пистолеты для бытового применения? Если уж на то пошло, то в России для самообороны используется травматическое оружие, потому что боевой короткоствол у нас запрещен. Его главное преимущество перед блоком – возможность вести скоростной огонь и менять магазин одной рукой. Боевая скорострельность у Макарова – 30 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность ГЛОК-17 – 99 выстрелов в минуту. У ГЛОКа даже стандартный в магазин в два раза больше, чем у ПМа. О каком мать его вообще скорострельном огне идет речь при емкости магазина 8 патронов? 8! Карл! Про перезарядку я вообще молчу. Одной рукой можно перезарядить абсолютно любой пистолет, было бы желание. И подобная процедура делается на ГЛОКе в разы быстрее за счет более удобной и продуманной конструкции. Но ирония в том, что даже если бы Макаров побеждал в этой схватке, то это все равно было бы бесполезно, потому что данный навык используется чуть реже, чем никогда. Пистолет Макарова, конечно, лучше всего на коротких дистанциях. В этом смысле его оценили по достоинству во всем мире. Оценили по достоинству устаревший патрон 9 на 18? Или же то, что на расстоянии больше 20 метров его использовать просто бесполезно? Да какое это оружие? Это так, пукалка. Офицеры говорят, чтобы как раз застрелиться. ГЛОК с самого начала позиционировали как оружие для масс. Да, так же как автомат Калашникова и другие успешные разработки. Каждый образец оружия при наличии надежности и неприхотливости быстро становится лидером и фаворитом рынка. Только кажется, здесь имеется другой смысл. Сегодня это одно из самых популярных средств самозащиты в США. Фактически он есть у каждой американской домохозяйки. Если оружие настолько популярно, что пользуются и мы военные, и гражданские, то это может говорить только об его исключительной надежности и удобстве. Однако посыл Рептилоид Ти Ви в другом. ГЛОК пистолет для баб и для военных не подходит. Конструкторы этого пистолета, они шли к созданию самого простого, самого доступного и самого быстрого пистолета. Никакой речи здесь не идет ни о скорости поражения. Можно сравнить эти пистолеты с мыльницами. А вот здесь явно фраза, которая вырвана из контекста всего интервью. Дело в том, что из-за ублюдочного монтажа мы не можем понять, о чем именно говорит Андрей Шалыгин. Я не поленился и связался с Андреем Шалыгином. И, о боже, кто б мог подумать, его часовое интервью склеили до двух фраз, где он говорит абсолютную чепуху, которую он в реальности не произносил. То есть в угоду своему формату. РЕН-ТВ просто клеит чужие слова так, как им самим выгодно. Одно из главных достоинств ГЛОКа его легкость. Однако опытные стрелки знают, тяжелый пистолет более устойчив при отдаче. Опытные стрелки всегда стремятся облегчить свое оружие для удобства использования. А отдачу компенсируют за счет тюнинга и навыка стрельбы. Я ни разу не встречал такого дебила, который носится с тяжелой волыной, чтобы компенсировать отдачу. Просто потому, что это бред. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Ну и на десерт. Снаряженный ГЛОК-17 весит больше пистолета Макарова. Перед тем, как пороть эту чушь, они бы хотя бы глянули ТТХ пистолетов, чтобы так сильно не позориться. Но зачем? Нахрена? Люди и так это схавают. Это весомое преимущество в ближнем бою. Кроме того, что мы уже выяснили, что ГЛОК тяжелее Макарова, если ты хороший стрелок, то ты все равно попадешь в цель. И не важно, легкий у тебя пистолет или тяжелый. Меткость не зависит от веса ствола, но у РЕН-ТВ на этот счет похоже свое мнение. Хотя, как сказать, в другой передаче они прямо говорят, что тяжелый пистолет это залупа. Кроме того, специалисты утверждают, что пистолет Грач слишком тяжелый, поэтому его трудно долго носить при себе. Обожаю взаимоисключающие параграфы. Класс! И не пытайтесь найти смысл, его здесь просто нет. Многие образцы пистолета Макарова, особенно советского производства, поражают профессионалов своей живучестью. В охране конструкторского бюро приборостроения есть ПМ 1949 года выпуска. Этот пистолет сделал свыше 50 тысяч выстрелов и до сих пор исправно служит своему владельцу. Серьезно? 50 тысяч и еще стреляет? Ладно, ладно. Я сдаюсь, ПМ победил. А хотя постойте, у Глока ресурс 300 тысяч выстрелов, и он его спокойно ходит. Карл, прежде всего, тоже боевые применения доказал, свои высокие характеристики. Глок это бренд. Так что Глок именно с этого заходил. Они заходили с рекламы. Иван, лучше пойдите нахуй и дальше про курок рассказывайте у Глока. Просто правильно поставленная реклама. Особенно основанная на том, что у нас все-таки большинство деталей пластиковые. Это уникально. Глок заходил с госзаказа на перевооружение австрийской армии и полиции. Как вообще человек, не знающий этого, может называться оружейным экспертом? Самое смешное и одновременно грустное, что некоторые передачи на РНТВ напрямую противоречат друг другу. Так, например, в программе «Военная тайна» рассказывают про пистолет Ерыгина. Он должен был заменить пистолет Макарова, который уже не устраивал военных. Кстати, в той же «Военной тайне» Глок хвалят, называя произведением искусства. А это австрийский аналог пистолета Грач. Пистолет Глок. По словам специалистов, этот пистолет – высокотехнологичное произведение искусства. Напомню, передача называлась «Загадки человечества». Но главная загадка – как можно быть журналюгой с высшим образованием и не иметь ни малейшего понятия о том, что ты рассказываешь зрителю. Если тебе понравился ролик, братью, не обязательно поставь лайк под видео. Ты сделаешь меня счастливым. Сделай это прямо сейчас. Неужели ты не хочешь, чтобы я был счастлив? А я пойду отстрелю себе яйца из Глок. Пожелайте мне удачи!